МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Актуальные проблемы пенсионной системы обсудили на совещании руководителя управления пенсионных фондов центральных регионов России. А рязанских пенсионеров поздравили с Днем пожилых людей на праздничном концерте. Губернаторские стипендии студентам вузов и СУЗов. Торжественная церемония состоялась в здании регионального правительства. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Стало известно, что на бывшего зампреда регионального правительства Дмитрия Андреева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки после обращения фермера, которому не удавалось получить господдержку. После получения этого сообщения прокуратура совместно с сотрудниками ФСБ установила, что выделение средств курировал именно Дмитрий Андреев. И господдержку получали по версии правоохранителей не всегда законным путем. Сейчас Следственное управление Следственного комитета России по Рязанской области в отношении Дмитрия Андреева возбудило уголовное дело по статье «Получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации взятки в особо крупном размере». Автомобильная тема для чиновников оказалась и в центре внимания вчерашнего расширенного заседания регионального правительства. На нем губернатор Олег Ковалев потребовал от глав районов повысить эффективность бюджетных расходов. Глава региона отметил, что некоторые вместо того, чтобы заниматься развитием своих территорий, решать проблемы в социальной сфере, делают дорогие закупки и производят неэффективные траты. Губернатор привел в качестве примера ситуацию, когда глава Касимовского района Валерий Лунин решил приобрести автомобиль Toyota Camry стоимостью 1 миллион 450 тысяч рублей. И это при том заявил Олег Ковалев, что бюджет Касимовского района имеет просроченную кредиторскую задолженность в размере 9 миллионов рублей и массу проблем в социальной сфере. Финансовая дисциплина – это самое главное, что мы должны соблюдать. Если мы хотим, чтобы мы строили детские сады, школы, спортивные объекты, потому что кому-то построили, а кому-то еще не построили. Я прошу, самый жесткий контроль со стороны всех контрольных органов, и счетную палату, и Минфин, и Министерство региональной безопасности контрольным органам надо заниматься реальным контролем. И еще о городских событиях. Рязанские полицейские задержали троих молодых людей, которые подозреваются в разрушении десятков надгробий на Шереметевском кладбище в Дашково-Песочне. Сотрудники МВД России по городу Рязани задержали трех злоумышленников, которые подозреваются в поломке десятков памятников на Шереметевском кладбище на окраине города. Как оказалось, никакие потусторонние силы, проснувшиеся под влиянием кровавой луны, в процессе вандализма не участвовали. Устроили погром люди, сильно пьяные и не знающие, куда применить свою энергию. Я не осознал, что я делаю. А много выпили-то? Я не помню. Не помнишь? И пошли куда? Кошли мне в крови. И что там делали? Памятки сносили. А много памятников-то? Я их не считал, говорят около семейцев. Но я так не мог. Много, да? А для чего это вообще вы делали-то? Я уже пьяный был. А сколько ваш народ-то был? Трои. И все трои, да, выломали? Да. Много. Ты сам сколько памятников-то сломал? Десять номер. Что-то больше. И больше, не помнишь, да? Я вообще не работал. А почему подтянуло именно на кладбище-то? Не пошли гулять там на дискотеке? Почему именно на кладбище-то пошли? Дискотек мне нравилось. Напомним, что утром 28 сентября в полицию поступило сообщение о том, что накануне ночью на Шереметьевском кладбище было поломано около 70 памятников. Сотрудники полиции тщательно осмотрели место происшествия, обнаружили и зафиксировали следы злоумышленников. Велись активные оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские через средства массовой информации и социальные сети обратились к жителям города за помощью в розыске злоумышленников. Просили откликнуться очевидцев происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские проверяли на причастность к этому инциденту рязанцев, ведущих о социальном образе жизни, злоупотребляющих алкоголем и злоумышленников, ранее привлекавшихся к ответственности за совершение аналогичных хулиганских действий. Сотрудники полиции выяснили, что к поломке памятников причастны трое рязанцев в возрасте от 25 до 30 лет. Приятели нигде не работали и нередко злоупотребляли спиртным. Установлено, что в вечер воскресенья молодые люди сильно выпили, случайно зашли на кладбище и в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений поломали несколько десятков памятников. Сейчас злоумышленники не могут нятно объяснить причину своих действий и ссылаются на сильное алкогольное опьянение. Выяснилось, что 7 лет назад эти же приятели уже привлекались к ответственности за совершение в нетрезвом виде хулиганских действий на кладбище. По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 5 лет. К другим темам. Сегодня в Рязанском отделении пенсионного фонда прошло совещание между руководителями почти двух десятков отделений ПФР, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Между собой главы региональных пенсионных фондов обменивались опытом и обсудили проблемы современной пенсионной системы. В Рязанском пенсионном фонде прошел межрегиональный семинар совещания. Управляющие отделениями пенсионного фонда России из 17 регионов обсудили основные проблемы, которые связаны с наполнением его бюджетов. Например, с предприятий, которые обанкротились, трудно собрать страховые взносы. И нужно понять, как решить эту ситуацию. У нас бюджет на 15-й год сформирован таким образом, что для обеспечения выплат посчитаны все до копейки поступления доходов до 31 декабря текущего года. У нас в обеспечении выплат направлены все переходящие остатки на 1 января 15-го года. Поэтому только при безусловном, стопроцентном выполнении плана возможно выполнить обязательства по выплате пенсии пособий. Обсудили и качество оказания населению государственных услуг. Сейчас во всех территориальных органах Пенсионного фонда России в регионе созданы клиентские службы. Кроме того, с работниками Пенсионного фонда можно связаться по телефону и записаться на прием к нужному специалисту. Также на совещании было отмечено, что Пенсионный фонд и региональное правительство активно взаимодействуют. Одно из важных вставляющих – это социальные сферы, социальные выплаты и так далее. Это хорошее настроение и состояние жителей Рязанской области, потому что это доход того или иного гражданина, пенсионера или тех жителей, которые нуждаются в социальной помощи. Не случайно для проведения этого семинара выбрали Рязань. Как отметила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации Наталья Петрова, в регионе есть опыт работы, связанный с администрированием страховых взносов и неплохие показатели по поступлению доходов. Завтра, 1 октября, отмечается Всемирный день пожилых людей. А накануне рязанских пенсионеров поздравили с приближающейся датой на праздничном концерте, который прошел в музыкальном театре. К преддверии Международного дня пожилых людей в Рязанском музыкальном театре прошел праздничный концерт. Ветеранов наградили грамотами и пожелали счастья, радости, оптимизма, жить долго и радоваться каждому дню. На сцене театра прозвучали душевные песни, известные романсы и арии из оперет. Ну, пожилые люди, мы, конечно, праздник, это я всегда называю сюда праздником не пожилых людей, а праздником старшего поколения. Мне очень нравится это название, потому что многие ветераны полны сил, энергии, работоспособности, ведут очень активную работу. Внимание нужно, больше всего даже не материальная поддержка, а вот именно нужно им внимание, чтобы скрасить одиночество. Международный день пожилых изначально праздновали только в Европе. Несколько позднее он появился и в США. А с конца 80-х годов праздник отмечался уже и в других странах мира. С особым размахом его принято отмечать в странах Скандинавии. Постановление же правительства Российской Федерации о появлении этого нового праздника было выпущено 1 июня 1992 года. С тех пор и у нас он стал достаточно популярен. Сегодня рязанские студенты получили стипендии от губернатора Рязанской области. Торжественная церемония вручения именных, единовременных или ежемесячных денежных поощрений наиболее талантливым учащимся вузов и колледжей прошла в здании регионального правительства. 30 сентября глава региона Олег Ковалев принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов о присуждении ежегодных именных стипендий губернатора Рязанской области более 50 студентам вузов и средних специальных образовательных учреждений. Среди получателей стипендии представители практически всех университетов, техникумов и колледжей Рязанского региона. Карина Ларионова, студентка 4-го курса РГУ имени Есенина, уже 2 года занимается научной деятельностью. Со 2-го курса занимаюсь филологическими науками, изучаю языкознания и журналистские аспекты в нашей области. Участвовала в конференции «Есенинская весна» именно в научном секторе и исследовала образ Сергея Александровича Есенина в зарубежной прессе. На примерах газет «The New York Times» и других. Роман Уроев – студент 3-го курса колледжа электроники. Считает автомеханику и программирование своим призванием. Я автомеханик. Потихоньку чиню машину. Обучаюсь на практике. Я вообще собирался еще на программиста пойти. Ну, как с техникой я дружу. Ну, а автомеханик так для себя. Мне нравится работать с компьютерами. Хочу быть программистом. Губернатор Олег Ковалев, поздравляя собравшихся с достижением отличных результатов в учебе, отметил, что стипендии в первую очередь являются стимулом к дальнейшему совершенствованию полученных знаний, достижению новых успехов в научно-исследовательской и общественной работе. Я уверен, что все вы обязательно найдете применение своим знаниям и способностям именно здесь, в Рязанской области. Потому что при выборе замещения молодыми каких-то должностей, всегда первое, на что обращается внимание, это знание. Уровень знаний. Уровень компетентности. И это очень важно. По словам главы области, Олега Ковалева, в регионе многое делается для того, чтобы поддержать молодых специалистов, создать им достойные условия для жизни и работы, помочь стартовать в профессиональной деятельности. Губернатор призвал ребят не останавливаться на достигнутом, учиться, совершенствоваться и обязательно находить свое место в жизни. И это был заключительный видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Ну, а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет глава Рязанской областной избирательной комиссии Галина Муравьева. И в беседе речь пойдет о 20-летнем юбилее области Сбиркома, который работники отметили месяц назад. А с новостями на сегодня это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания